Здарова, стратегические жевжики! А кого это вы видите от главного стратегического жевжика планеты Земли Алексея Халецкого? Это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии Зазулусов в Сидмер Сивилизейшн 6 на последнем уровне сложности Божество. Подробности, все подробности по партии в первой серии. Если вы случайно наткнулись, перейдите к первой серии. Ссылка в описании в прикрепленном комментарии. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а спонсоры канала всей серии видят сразу. Большое спасибо им за поддержку. Итак, у нас тут идет Зулуса-Индусская война. И за лиц еще впряглись англичане и инки. Вообще, кстати, англичане историчненько получается. Все-таки Зулусов как раз колонизировали англичане в итоге. Так что мы сейчас изменим историю и будем колонизировать англичан. Зулусы колонизируют англичан. И у нас будет сила черных. Black Power, так сказать. Так, у нас вообще проблемы тут с инками, я смотрю. Потому что вот эта кавалерия мне может много проблем наделать. Тут уже стрельцы и пикинеры идут. Но все равно мои импи круче. Даже импи круче. Потому что в корпусах они плюс получают. Ладно, давайте пока займемся Мадураем. Мадураем. К сожалению, кто тут меньше. Так, вот этим мы стоим точно на месте. Кто тут меньше потеряет. Наверное, вот этим проатакую все-таки. Может и этим проатаковать. Ну не должны они тут убивать юниты. Вот этот. То есть он постреляет, но не должен убить. Мне главное, чтобы он требушет не трогал. Чтобы мы могли требушетом там обстреливать. Так, что-то еще вот это отремонтируем. Нет, арбалет не поведу туда. Слишком больно арбалеты убиваются. Так, так, так. Вот у нас появился корпус импи. Надо вот против этой кавалерии как-то использовать. Наверное, пока больше не было. А, да. Мы же вышли в героические. Господи. Так, ну реформа денежного обращения точно. К оружию точно. Ну и, видимо, пульс паровой машины. Потому что здесь живут драгоны. Мне не надо вообще. Так, поехали. Плавать. Тут исследовать всякое. Континент отдельный. Я смотрю, у России и Франции. Так, кого мы тут... Ну, тут надо, конечно, катапульту обстреливать, чтобы она по городу не работала. Если они будут просто атаковать с лицами и пикинерами, вообще мне не страшно. Этого я не боюсь. Так, что тут? Темную карточку какую... Ну, темная карточка ушла. Можно олигархическое наследие. Надо было, наверное, сразу ставить олигархическое наследие. Ну, хотя... Да, надо было... Короче, ставим точно олигархическое наследие. Тут, тут, тут. Наверное, ничего не меняем. И здесь, наверное, я ничего не буду менять. Действующие губернаторы. Не, наверное, не буду. Пока так оставлю. Надо было сначала поставить карточку, а потом, конечно, атаками заниматься. Ну, как раз поменяем местами. Проатакуем. Так. Давайте, наверное, сюда пока будем подъезжать потихоньку. Что здесь? Лес вырубить. Так, вот это мы точно рыбу обработаем. Я бы, наверное, вот скорее тут лес вырубал и ставил вот здесь и здесь фермы. Дайте-ка так и сделаем сюда. Ферму поставлю. А этого на лес отведу. И тут еще ферму. То есть у нас вот такой район ферм, чтобы города офигительно росли. Так, в Барсипу. Квала Мендлини у нас торговца сделал. Некуда центр коммерции ставить. Иканду. Думаете, имеет смысл Иканду. У меня достаточно, мне кажется, городов, где я строю армию в Иканде, да? В Икандах. Когда у нас там генерал вообще возможен? Наверное, пока нет. А следующим ходом я могу стрельцов и пикинеров апнуться. Только карточку надо будет поставить тоже. Денег, 129 вход. Ладно, давайте пока универ продолжим. Тогда будет иметь смысл Женева, например, будет давать. И можно будет в ФЕС отправить трех. Ну и тут универ. Надо по науке догонять. Опять валетту у меня перекупили. Но мне кажется, сейчас пока в принципе можно оставить валетту в покое. А сколько там не хватает? Нет, давайте добьем до 6, что уж тут. Пускай будет. Вообще, можем что-нибудь купить. В центре у нас 70 веры есть. Можно сказать, и в Умгунтлову средневековый сена, 110. Ну вот, кстати, я бы сейчас покопил 110, чтобы здесь купить средневековые стены. Потому что Инг как-то давит. Так, хорошо. Не трогали мы его. Видите, не трогали. Ух ты. Это что, кавалерия тут? Да, точно. Блин, за кавалерия, конечно, тут очень неприятно в центре у меня бегает. Причем у меня, походу, сейчас не добежит импи. Так, шпионы на 2 украсть ускорение. У меня столько дипломатических очков, все туда волью. Так, стоимость производства и приобретения военных юнитов снижена за производство, давайте. Ну тут я не могу влиться ни во что. Будем надеяться, что пройдет само по себе. Итак, похитить ускорение прошло. И производство снижено прошло. Зашибись. Вот, видите, сменилось на стрельцов и пикинеров. Сразу строится. Видите, не добегает. И атака тут, наверное, не хватит у меня. Урон большой нанести. Ну так столько стрельцов и пикинеров, много. А, давайте посмотрим, как по Мадураю Трибушет работает. Слабенько. Блин. Ну, тем не менее, будем стоять обстреливать. Других вариантов нет. Я надеюсь, что Трибушет сейчас проатакует, ну, пытается захватить этого рабочего, и тогда мы с ним тут разберемся, чтобы он не атаковал моего импи. Так, вообще, я уже могу апать, да? Ну, 260 Додора. Подожду, если, ну, открытие гуманизма. Пробо карточку поставить, типа, дешевле это все сделать. Так, айлян я не прокачивал еще, а прокачивал. Блин, ну, покупать бессмысленно немножко. Айлян тогда прокачал, получается. Но видите, как долго пока не работает. Ладно, пошли тогда крабов, наверное. Так. Видите, импи даже по отдельности одинаково со сельцами и пикинировыми. Правда, это из-за корпуса, но апнем, это будет круче уже. Так, тут шахту. Тут просто пока исследуем. Кого встретил? Наску. О, блин, слушайте, а Наска мне тут вот в этих городах в тему будет. Кто-нибудь сильно там Наску кто-нибудь союзит? Четыре всего лишь надо, слушайте. Это интересное дело засоюзить Наску и вот тут линии Наски поделать. Тогда хоть клетки нормальные будут в этой пустыне. Наверное, пока этого рабочего спрячу здесь. Не захватил совершенно случайно. И дальше пока в верфи пойдем. Потом банковское дело. Блин, и военных же Я бы с инком, конечно, мир бы заключил, попробовал пока рано, да? Блин, а он замирился с Вавилоном. О, кстати, а вот это, по-моему, это, мне кажется, граница Америки, которую я не встретил. Как я и думал, индус позарился на этого рабочего? Так, разграбил в лице маяк. Ну, это не страшно. Так, значит... Блин, я забыл, что я хотел поставить что-то... А, первый посол Наску. И вот тут, я думаю... Наверное, скидка в стоимости в золоте на улучшение. Потом вернем. Нам надо апать стрельцов и пикинеров. Я думаю, что, возможно, зря атакую этого чувака на ферме. Он уже может просто разграбить ферму и полечиться. Ну-ка, здесь встанем. Апнемся. Апнемся. Блин, вот этот рыцарь... Блин, что я его не заметил? Вот этот рыцарь там очень не в тему. А мы его убиваем. Нет. Блин, ладно. Ну, это еще более-менее. Я не хватил. Я хотел сейчас отойти апнуться, но мне денег не хватит. Ладно, стоим. Блин, завершены стрельцы и пикинеры, и картинка... Это, по-моему, уникальное улучшение от... Не улучшение, а уникальное здание ацтеков. Это, наверное, этот мод на интерфейс глючит. Так, ну оружейную нам точно надо построить, наконец. А тут что-то ускоряет. Нет, уже, походу, я уже ускорил то, что так может... Ну, блин, с другой стороны, мне нужна оружейная, чтобы построить военного инженера, который построит два форта. Так, два универа мы строим, два требушета, кстати. Кстати, требушет можно катапульту апнуть следующим ходом. Это будет второй требушет. Если мне, конечно, не убьют требушет тот. Так, я поставил первых послов. Давайте в Наску сто процентов. И можно засоюзить, да, сразу. Для озарения для книгопечатания. Так, я сейчас книгопечатание... Так, может, давайте три тогда. Я же книгопечатание должен озарить. Два универа, раз универ, два универа. Так. Давайте тогда фес. Пока он, конечно, в войне. Да и в магадиши, наверное, тоже можно. Будет неплохо. Или оставить. Нет, давайте, наверное, оставим одного посла на валетту на всякий случай. Я же не скоро еще одного могу получить. А-а. Так, мы пошли монархию открывать. Хотя я хотел два храма построить. Мне просто надо быстрее открыть, чтобы поменять карточку. Да. И в национализм бы выйти. кампус плюс два. Ну, я бы тут не строил. В первую волну же будет заливать. Плюс два есть куда. к веду к некуда. Я бы кампус вот сюда ставил. Плюс два. Только надо не забыть эти тропические леса не вырубать. 60. Но я не хочу сейчас деньги тратить. Что делать? Так, во-первых, я хотел в Гунглову средневековые стены купить. Вспомнил. Этиквини. Этиквини. Ладно, продолжу строителей. Немножко странно у меня получается. тут вырублю и шахту поставлю. Так, можно идти обрабатывать пустынные клетки. Ну, не прямо сейчас, но я думаю, что мы засоюзим наску довольно... Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция Суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Что-то как-то не похоже на Пангею, как будто, знаете, Россия с Францией на своем отдельном континенте. Маяк. Так. Тут еще район можно поставить. Ну, кампус всего лишь плюс один. Вообще, я бы поставил на плюс один. Промышленная зона плюс четыре. Вообще, давайте сюда на плюс четыре. Почему нету? Потом сюда кампус можно будет тогда. Все равно в Хайдарабаде нету сейчас производства вменяемого. Нет, нет. Только не Трибушет. Вот я так и знал, что рыцарь будет об Трибушет убиваться, понимаете? Трибушет. Трибушет и лечиться. Блин. А далеко у нас бомбарды? Е, мы ускорили книгопечатание, выполнили задание Наски, стали ее юзереном. Нет, он не вылечился стрельцами и пикинерами почему-то. Так, вот я хочу Трибушет апнуть. 165. А, уже бомбарды, черт. Не, это неплохо, конечно, мне нравится, что у меня уже бомбарды. Сейчас начну Кахамарку еще обстреливать. Блин, 1244 армии у Англии. Где она? Вот просто... Ну, то есть вот это то, что нападает, это же, ну... Что-то грустненькое. Вот тут вот так буду обрабатывать. Короче, лучше всего по краям обрабатывать клетки Наской, чтобы они на нормальной клетке начинали работать. Так, универ. Ну, что, тоже оружейную поставить пока. Так, стоим, лечимся. проатакуем. Нет, этим не буду атаковать. Просто не корпус, поэтому... Вот этим... Вот этим надо захватывать Мадурай, чтобы сработала... способность... с Зулусой он превратился в корпус. Так, еще раз. А промышленную зону тут где-то, по-моему, вот сюда плюс два, да? в кампус здесь плюс два. Ну, давайте. Здесь тогда просто обработаю этих оленей, не буду ничего вырубать. Не проплыть. Ладно, поплыли к другому берегу через океан, кругосветку делать и оставшихся встречать. Универ в Дели. Хочу ли я к ведуку вместо вот этой? Вообще я хочу вместо этой пшеницы, но мне сначала надо эту пшеницу убрать. Давайте тогда еще рабочего, тем более он дальше будет еще линии наске строить. Так, стрельцы и пикинеры достаточно, я думаю. кстати, я же мог вот эти оружейные купить за веру, но вообще дороговато они по-моему стоят, оно. Блин, где у меня глянуть сколько она стоит? 195, да. Уже построено в Умгунгундлову я ее потом куплю. Давайте библиотеку, тут нету смысла пока другие районы строить в связи с нападением. Давайте, книгопечатание. Потом трибушет мы апнем. Так, знаете что, нету смысла пока менять карточку, у меня нужны деньги на ап, пока не буду менять. пока заканчиваем. Вообще, надо ресы еще посмотреть. Так, господи, откуда у него постоянно трибушеты появляются? Такой же утомительный этот индус. Так, рабочего мне привел. Ух ты, мощи царей за 10 селитры. Давай мы селитры меньше, мне надо 10, чтобы у меня было для одного трибушета. Давайте вот так сделаем. Давай, тем больше лошадей дадим. Во, вот так. Это мне нравится, реликвия мне нравится. Воду кузова саде уже. Так, апаемся. Плюс один к перемещению возьму. Апаюсь. Давайте вот так я сделаю. Хочу проатаковать этот требушет, чтобы он тут не стоял. Так. так. Не, ну мы допилим этот Мадурай. Я его допилю. Реально три фронта Зулуса. я вам покажу откуда с трех точек готовилось нападение. Индусы, англичане и инки. Так, уровень берем. И мы сейчас кахамарку начнем из этого района уничтожать просто этой бомбардой. Я так думаю. так. Пока мне все нравится. Ну, наверное, так, астрономия или банковское дело. А мне и то, и то надо будет, чтобы при помощи мушкетера. А мушкетеров у нас нету, да? У меня был... А, это вот эти надо апнуть мушкетеров. Я бы, конечно, индустриализацию пошел. Ладно, давайте банковское дело сначала. Так, и тут не проплыть. Но этим возвращаемся просто наверх тогда. Тут, как я и сказал, попробуем кругосветку сделать. Чьи границы выглядят как нубия. Значит, у нас ромашка тут все никак не строится. Ну, это из-за войн, конечно же. Может, тут театралку поставить. то есть сначала развлекательный комплекс, потом театралку. Но где? Так, театралка где-нибудь вообще плюс есть, плюс один вот тут. но это из-за районов, да? Мне бы в ту сторону ставить. Вообще непонятно. Ладно, давайте строителя пока. кто мне там ггшка. Арма Арма объявила войну. Суть 128 уже неплохо. люди внезапно побеждают туризмом пока. Ну, вы знаете, с такой культурой у... А, так у Франции 338. Ну, я не думаю, что кто-то из них... Вот с такой культурой, что у Франции, что у России, очень сомневаюсь, что туризмом можно победить. Да, блин, я думал, хватит урона. Давайте против кавалерии возьму. Так, ну что, глянем, как пока хамарки бьет. Приятненько. Так, я все хочу этого рабочего поймать. Так, господи, опять требушет. Какой-то прикол. просто клепает эти требушеты как не в себя. Так, мы тут Мадурай захватываем. Файнали. Божественное право. Это мы второй храм, видимо, типа, взяли. отлично. Отлично. Ну вот, теократия, нафига мы вообще открывали монархию? Потому что в теократии идет, которая мне не нужна. Ладно. лечимся. Ну что, индусы Мумбаи только остались, я надеюсь. Амбуаз? Франция сошла с ума, я тут город поставил, и он отвалился по лояльности к... А, слушайте, давайте апнем. Отвалился по лояльности к... Индусу. Ну и слушайте, может тогда замириться с Индусом, но вот реально вот Мадурай имело смысл взять. Дальше просто нафиг надо. Так что да. Сейчас мы с него все... Ну, эти все интересы мне не нужны, правда. И это у нас уже дофига. А. А он не хочет сдаваться, прикиньте. Ну и фиг с тобой тогда. Так. Скидка на улучшение. У нас еще есть что улучшать, наверное, не буду убирать. А вот первый посол можно убрать. кайф, что с линиями Наски начинает происходить в городах. Нубия. Нубия. Тоже неплохо развивается. О, мрамор. Отлично. Да, вообще, давайте пройдемся по ресурсам. Может, я с кем-то торговлю закончил. Нет, требования мы не будем выдвигать. Так, с монитором я только что поторговал. Не, вроде больше ни с кем ничего. Угу. пока все норм. Хочу, индус сдаваться не хочет. Может, следующим ходом. Корея. Посмотрим, что Корея 205 науки. Блин, все они как-то... Ну, конечно, меня больше всего смущает Вавилон, но дело в том, что у Вавилона закончится озарение, и дальше он уже своим ходом как-то ему... А мы у него зато сможем тырить... А, не сможем, у нас союз. Астрономия компеляет душу выглядеть... Блин, нафиг нам союз с Вавилоном, как думаете? Да, но линейные пекотинцы уже больно бьют. А с другой стороны, ну и город-то они взять не могут. Офигеть тут вот купается перед лицем арбалет. Мне норм такой. Так, я, пожалуй, сюда отойду. Я не могу отойти. Если я сюда отойду, я не смогу ап взять. Если я тут останусь, то линейный пехотинец сможет протаковать. А если тут, то только этот, ну и плюс я рыцаря буду держать. Так, давайте против в кавалерии. Ой, блин, я этого хотел атаковать. Блин, неправильно. Вот сейчас мисклик был. Я хотел кирасира арбалетом атаковать. Так, надо все-таки решиться на постройку. Давайте, наверное, вот сюда развлекательный комплекс будет, а сюда театралка. Не такой большой бонус по соседству, конечно. И вообще лучше аквапарки на самом деле строить. Они же будут добивать, блин. Что тогда в этом городе строить? Просто строителей или иканду все-таки. Я бы тогда иканду здесь построил или вообще здесь просто купить клетку. Давайте сюда иканду, а рабочим вырубим эти все. так, рабочим. Что ремонтировать будем? Скот, ирис. Так, а тут мы клетки Наски, линии Наска строим. не знаю, не хочу я тут Петру, тут с линиями Наски будет зашибись все. Продолжу строителей пока. Так, вот вопрос интересно, вверх или вниз лучше нам исследовать. мне кажется ниже прикольнее будет. Майсур, я могу район, значит гавань. И дальше пока научную теорию. Я просто надеюсь, что я сейчас апну все-таки. Мне не хватает. Так, вообще меркантилизм отложим. Просвещение пока. Что по великим людям? Адмирала могу скоро получить. Один генерал у нас есть. торговца. Ладно, пока не особо у нас возможно три великих человека получить, как мне кажется. Нет, вот видите, я так и знал, что у меня сейчас завалит арбалет. Как я бездарно потерял всех арбалетов своих. До третьего уровня были прокачены. Ух ты, Нубий осуждает. Как он дебильно убивается от моих стрельцов и пикинеров рыцарями, да? Она, точнее. Индия заключила союз с Англией. Вау, интересно, какой. Надеюсь, не военный. Сейчас глянем. Подождите. Тельцы и пикинеры ингские справа показывают, да? Так, подождите, это ингский, а мне вот Англия интересно. Идеальное место. Нет, бонус поддержки. Нет у них военного союза. Не знаю, какой они союз заключили. Какой-то дебильный союз. Ну. Вот компьютер все-таки что-то не соображает грабить территорию по какой-то причине. казармы построю, а оружейное я хотел вот здесь купить за 190. Так, а почему не могу? А, так, тут как раз не построено. Тут как раз не построено. Ладно. так, индус, ты не хочешь пока все-таки вменяемый, нет, не хочет вменяемый мир. Кайф клеточки. Видите, пока вот эти города не работают в полную силу, потому что война с индусом. Не, наска очень в тему мне тут. Наска прям огонек. Так, я бы, наверное, капер обстреливал. Инк тоже не хочет заключать. в принципе, с инком и я не хочу пока кахомарку не заберу. А то мне надо идти в английские города. Просто я вот с индусом, потому что я хочу эту армию туда перекинуть к себе. А получается, пока мир не заключили, не могу я этого сделать. Сюда, наверное, пошли. Попробуем этого кирасира все-таки поймать. Реально, карта такое ощущение, что континенты, а не пангея почему-то. Так, тут все правильно. О, торуга еще встречена. Давайте фес я заброшу чисто он перестанет быть сюзереном Ганди и станет мне еще науку давать. Так, 157. Что вообще по техам? Впереди неизвестный игрок, даже не Вавилон. Интересно, кто, кого мы там не встретили еще, кого я ставил. Так, Вавилон 184, 45 техи, 39 тех и 216 у Кореи, 34. Ну, вообще, 11 технологий. Приличное отставание. Оружейное в Улунде строим этого военного инженера. Плюс 3. Надо ли тут первь? Мне кажется, лучше мастерская. 3 производства. И тут 3 производства. тогда мы будем близки к фабрикам. Сможем уже фабрики строить скоро. Тадж махал, инк построил. Да, давайте посмотрим, что мы в центрах городов можем купить. Древние стены не нужны здесь. Водяная мельница. И здесь, наверное, водяная мельница не нужна. Хотя, подождите, у нас где-то было, я помню, много пшеницы, но это не в этом городе. Квадукуза водяная мельница. тиквинии. Амбар в лице. Кстати, амбар в лице можно. 65. Вот, в Дели у нас, по-моему, дофига пшеницы. Вот здесь водяная мельница. Вот, смотрите, сейчас тут, тут, и вот тут еще по одной еде добавится. Оба. Дели сейчас будет расти, ну, про удовольствие у нас нифига нету. И, кроме того, город захвачен, поэтому он расти не сможет. Так, мы еще не все проверили, у нас еще тут ремонт у нас. Да, ну, в общем-то, больше пока на синагогу можно покопить веру. Достаточно удовольствия. Мне кажется, с кем-то... Ага, у нас еще Корея. Отличное предложение. По-моему, с кем-то у нас закончилась торговля, мне кажется. нет. Ну, а на Корее тоже двореца продала, это очень неплохо. блин, арбалет по-моему, корпусу импи. Чего они все осуждают, я не понимаю. Чисто из-за того, что у меня столица индуса, так это же все. это все, что есть у меня. Это все. Так, что там грабят? Начали все-таки пастбище пограблено и ферму. Он начал все-таки грабить. только я ему сказал, странно, что компьютер не он говорит. Он меня подслушивает через микрофон, у меня такое ощущение. Что нечестно со стороны компьютера. Вспоминаю, клетки с линиями Наска не обрабатываются, просто то, что вот тут вот эти не обращайте внимания. То есть я даже вам покажу, как вот в Дели, например. Видите, я даже не могу сюда поставить никого. да, набил кого-то, кого-кого, пророка. А что, я могу еще религию основать? Офигеть! Я, честно говоря, первый раз такое вижу, что на божестве две религии еще свободно. Вау! А, слушайте, а вот что у индуса неплохие, тут он мне так наносит урон, у него же крестовый поход. ты смотри-ка, ну-ка, да, он плюс 10 крестовый, то есть он в тех городах, которые я захватил, он против меня плюс 10 имеет. Блин, может мне где-нибудь 10 селитров все-таки найти, потому что мне надо мушкетером, ну то есть я опусть мушкетера убить, и чтобы прямые паруса ускорить. Так, хотя с одной тактику можно открывать, потому что я ее никак не ускорю, я не могу. Так, кто мне Вавилон? Я думаю, ты мне продашь. Да. А уголь? А уголь нет. Ну, мировое влияние я точно тебе отдам. Что еще? Железо. О, он даже уже готов. За 7 штучек железа. За 6. Отлично. Так, все, апаем в мушкетеров. Поменяем все места, потому что арбалет стоит, обстреливают, очень больно по импи. Или так, можно импи апать. 130. Так, и так. Ну, собственно, мне осталось этот корпус и этих латников апнуть, и все, все остальное у меня норм. так, давайте, наверное, в Булунде быстренько два форта поставим. А, блин, я их еще не открыл. Тогда просто ждем два хода. Нет, тут стоим, потому что мне надо мушкетером убить юнит. ну что, основываем религию. Вообще, мне надо в городе, мне, наверное, в Дели надо основывать, потому что тут храм есть, в котором я смогу апостолов покупать. Мне надо именно апостолов покупать. Хотя, вообще, мне очень трудно будет индуизм, очень трудно индуизм будет перебить. Я вот просто думаю, надо ли мне это? В 32 городах индуизм. Индус так вынесен вообще. В принципе. Ну, знаете, что, в любом случае, если основывать, то в Дели. Он там и растет больше, быстрее всех, и он самый крупный, то есть он будет влиять лучше, хотя он не самый крупный. Ну, Дели должен быстро расти. так. Я бы вырубал лес и вставил шахту. Америка. Думаете, вот это граница Америки? Как-то очень широко тогда будет, нет? Уже опять Вавилон лидер, по-моему, неизвестно, кто-то этот неизвестный игрок, что, в принципе, соревнуется с Вавилоном. Отлично, очень хорошо, что мы с вами встретились, гражданин американец. проверяем, я просто два табака встал, это явно я с кем-то, вот это я точно с кем-то закончил торговлю, потому что я больше табака же не обрабатывал. Странно, ни с кем. Непонятно. Тут еще у меня православие обращают снизу, скрепы заносят, а потом начнется это наша исконная земля, вот это вот все. Так, в Дели два хода, давайте строителя как раз, два хода до возможности еще один какой-нибудь район построить. Так, следующим ходом у индуса спрошу мир. Да, блин, а осадная башня, керосин, очень быстро носит, я просто не соображаю насколько далеко он может добежать и поэтому теряю юниты. Ух ты, лица у нас в осаде, между прочим. А это у них пункт кризиса. А вот в осаде это значит, что он не может быстро восстанавливаться, вообще не может восстанавливаться, скажем так. Прячусь сюда. пикинеров убиваем. Тут наверное так. Куда я могу отправить? К Вавилону и Франции не могу, потому что мы в Союзе. Давайте в Касар и Брим. Тут и деньги потырить есть. в Вашингтоне. Давайте в Касар и Брим. Кваду Кузи построили оружейную. Так, ладно, надо подумать пока, что тут делать. Так, здесь я делаю линию Наски. Видите, уже какая клеточка вкусненькая. Так, здесь убиваю вот этого парня. Здесь все-таки осадную тактику хочу открыть и после осадной тактики уже в индустри... Так, в индустриализацию пойдем, а потом у нас по своей территории два этих. Так, есть ли вероятность третьего великого человека? Вообще-то есть адмирала. Поэтому наверное подождем. а вот великого торговца очень вряд ли, да? Да. Ну, в ближайшее время. Поэтому давайте меркантилизм откроем. так, индус, слушай, ты не хочешь все-таки замериться-то? 10 вход. Ну, в принципе, может тех и ресурсов лучше дать. О! Он за железо готов. Отлично. Все. У меня наконец-то эти города начали работать. сейчас пойдет жаришка. Так. Можно и перебрасывать армию. так. Тут оружейное. Будем ли мы юниты тут строить еще? Я вот думаю. не знаю, мне не хочется почему-то. Давайте лучше банк какой. Или вообще знаете что? Рабочего тут линии носки надо сделать. Давайте тут рабочего. тут важно просто линии носки реально здесь скольким клеткам она бонус даст вокруг. зулусы поклоняются яхве. Так. Вопрос. Трудовая дисциплина религиозное общество либо медитация дзен. Давайте глянем насколько у нас вообще соседство священных мир. Не мы же строили. Плюс два плюс три плюс четыре тем больше оно не сразу будет работать. Блин. Не знаю. Мне кажется надо на счастье брать. реликвии бессмысленно. Тут либо вот на деньги остались вообще прикольные конечно штуки. Но пожалуй на медитацию дзен. Возьму а тут межкультурный диалог. Просто интересно сколько последователей в Дели будет сразу практически максимум. так наверное все-таки слишком дорого апостолы стоят. Будем миссионерами распространять. я не знаю как мне за этим кирсером угнаться. так а тут американец кем-нибудь в войне. Да, с неизвестным игроком. Ну, чудо, конечно, классное, Дженни Аданься. Дает два очка генерала и великого торговца, если она в ваших границах. Ну, а какие-то, кто не в курсе, оно не стакается. Вот тут, видите, три клетки. Но они стакаются. Он достаточно одну клетку этого чуда. И норм будет. Так, а с какой у меня война с ГГшками с Мехико из-за инка? А, слушайте, я тут средневековые стены не покупал в Литсе? Я почему-то думал, что покупал. Ладно. Так, давайте, наверное, арбалетчика. Ну, не должны они лица все равно взять. Не могу уважать правителя без чувства собственного достоинства. Это он про мой наряд, что тебе топ-лес? Вхожу, что за предъявы вообще? Непонятно. 10 ходов до конца промышленной эры. Блин, что так быстро? Ну, вот эти все выступающие клетки пустыни точно надо линии Наски рисовать. Тут хреново дорог нормально не проведено. Слушайте, а он действует на средцов и пикинёров Тамерлан? Средневековье и возрождение. Стрельцы пикинёры вроде как с возрождения. Блин, прикольный учёный. Видите, он Корее либо Вавилону достанется. Может, все северские гранты попытаться почитать. О, неужели я его словил? Блин, не совсем. Ладно, стоим. Блин, какой шанс, что он сейчас меня... У него же зона контроля не действует на Керосерфе. Меня сейчас, наверное, убьёт он инженера. Формальный повод Золотого века против Теодора Рузвельта? Нет, это неинтересно. Давайте корпус трибушетов. Да, кстати, я говорил, что мы открыли... Открыли бомбарды, не можем трибушеты строить. На самом деле, можем, когда у нас нехватка селитры на бомбарды. Тогда можем. Слушайте, а... А чё мы там недалеко? Керосиры... Как раз вот эти две надо сделать. Врага при помощи рыцаря. Так, давайте сначала рыцарей. Тогда... Надо врага при помощи рыцарей уничтожить. Играет... Играет... так какой район кампус священное место промышленная зона построенная наверное так либо центр коммерции но тут жалко вот те клетки куда он может быть встать мне их жалко поэтому давайте гавань вот эту клетку сейчас я отдам и можно гавань построить у массе встретили их знает откуда так сейчас промышленную гонконг конкретно проекты тоже хорошая гэгэшка но у меня уже послов не хватает на производство лучше а мы просто большой минус по счастью вообще откуда вот у нас минус по счастью давайте глянем неужели такая усталость от войны минус 6 в деле минус 5 в агре минус 6 в хайдарабаде да блин очень не хочется с инком и англией заключать мир потому что потому что и их захватывать надо их вполне могу захватить так что терпим от усталости я считаю что я больше полутно типа с у меня индусы не хочу уничтожать в принципе нормального мужем то есть то что я хотел не захватить я захватил до военного инженера все таки убил но это трындец вместе киросе вот это киросе это конечно мрак при том при том что у меня как раз уникальные юниты нормально против них стоят но имеем то что имеем что у меня индус там сковал мою армию блины лиц тут уже засиме надо все таки в лице купить стены вообще я могу их сейчас купить вопрос вообще могу или нет до требует ремонт только тогда можно купить ну ладно тогда на этом серию закончу продолжение уже в следующей серии спонсоры канала могут прямо сейчас ее начать смотреть блин осип уже даже воюя тут с англичанами прямо сейчас могут посмотреть во вкладке сообщества для всех остальных она выйдет завтра спасибо что смотрите играйте в умные игры слава украине живи беларусь и россия будет свободной я алексей халецкий тот кто сделал это видео лайк комментарий подписка возможно супер спасибо и спонсорство спасибо за поддержку до следующих видео